Всем здравствуйте, с вами Валентина Паевская. Сегодня расскажу вам о новинке от Банди Боина. Мой любимый конструктор SmartMax, который вы видели в сторис на протяжении последних двух лет, выпустил новинку, которая называется «Мой первый тотем». И на данный момент аналогов этой игры на рынке нет. Все вы помните нашу прекрасную игру «День и ночь», которая то появлялась, то исчезала с рынка, но которая изначально была построена по принципу не от простого к сложному, а сразу как бы в усложненном варианте. И вы помните, когда я вас учила играть в эту игру, мы то закрывали там какую-то часть листа рукой, то показывали ребенку, мы делаем только вот этот столбик или еще что-то. Теперь, скажем так, потребность в этом отпала, потому что появилась первая игра, которая именно построена от простого к сложному изначально. И даже если мама не педагог, и если даже мама первый раз вообще купила развивающую игрушку для ребенка, она сразу будет понимать, как играть в эту игру. И это очень здорово, я надеюсь, что производители игрушек об этом задумываются, будут изначально выпускать игрушки с инструкциями от простого к сложному, чтобы мне не приходилось учить мам, собственно, выстраивать какую-то свою линию поведения, о которой они не задумываются. Итак, изначально, в чем преимущество игры? Во-первых, собирается всегда только один столбик. Как вы видите, это как раз-таки для малышей от 10 месяцев в год в среднем. Игра прослужит до 2-2,5 лет максимум. Потом вы смело ее можете отдать либо другому ребенку, потому что она сохранит свой первозданный вид, потому что игра очень прочная. И, соответственно, ко всяким броскам, зубам, слюням очень-очень устойчиво. Это очень важно, как вы знаете. Ну и, соответственно, либо перекочуясь в какой-нибудь детский дом или в детский сад, что тоже неплохо. Итак, чем хороша? Как вы видите, на карточках задания идут реально от простого к сложному. То есть, например, ребенку надо поставить только одну деталь. И маме не надо ничего придумывать. Когда мы начинаем играть с маленькими малышами, я рекомендую вам оставлять перед ребенком только как раз-таки ту деталь, которая нарисована на картинке. Потому что по образу и подобию маленький ребенок не в состоянии еще ничего делать. И мы только учим его этому. И поэтому мы говорим, посмотри на картинку. Здесь желтенький цыпленочек. Вот у тебя на столе желтенький цыпленочек. Посмотри, вот я беру, вот так вот ставлю. Поставь так же. И ребенок берет, он ни из чего не выбирает и так ставит. Когда у вас ребенок выполняет вот такие базовые вещи, вы можете те же карточки теперь уже начать выполнять в другом элементе. То есть, вы кладете перед ребенком, например, две детали. И говорите, выбери. Вот смотри на картинке, у нас желтенький цыпленочек. Где у нас здесь желтенький цыпленочек? Возьми его и поставь. Да и ребенок выбирает из двух деталей. Если для него это уже легко, тогда мы предлагаем из трех деталей, потом из четырех деталей, потом из пяти деталей. Как вы поняли, вот так у нас идет вот это усложнение. И, соответственно, постепенно ребенок выстраивает уже больше высокие башенки. То есть, все идет как раз-таки по вертикали. И вам не надо, опять-таки, как я говорю, закрывать рукой, что мы делаем только вот этот столбик там или еще что-то. И, соответственно, в этой игре 24 задания. И мне очень нравится, что в последних заданиях у нас уже подключается лево-право. Это очень здорово. И как раз-таки ребенок в 2-2,5 года прекрасно доходит до этих заданий. И, соответственно, уже такими категориями тоже начинает мыслить. Следующий момент. У маленьких детей изначально плохая координация движения рук. Это нормально абсолютно. Моторика еще не зрелая. И, соответственно, ребенок ее развивает, собственно, в манипуляциях с играми и игрушками. А здесь в каждом кубике задействован магнит. И это очень здорово. Потому что, когда ребенок устраивает башню, он ее может делать. Но, например, он потянулся за какой-то деталью. И смахнул. Да, когда магнитов нет, все очень быстро рушится. И очень часто ребенок переключает внимание свое на это и перестает заниматься. Здесь же, когда вероятность того, что башня разрушится, мала. То есть ребенок не отвлекается на это. Он, собственно, и делает, что собирает по образу и подобию. Потому что, например, моторику рук вы можете отработать и в других каких-то элементах, в других каких-то играх. И, соответственно, к двум годам, когда моторика более-менее рук уже слажена, и ребенок уже может более-менее хорошо контролировать, эта игра нам уже не нужна. И, собственно, ребенок переходит уже в другие игры более сложные, в которых надо еще контролировать такие моменты, чтобы кубики стояли друг на других хорошо, и чтобы они не сваливались никуда, ни влево, ни вправо. Следующий момент. Мне очень нравится, что здесь на изображениях каждого животного, каждого какого-то существа, есть разные эмоции. Помимо того, что ребенок, например, ставит кубик, и, например, он видит, что надо поставить только желтый кубик, надо обязательно посмотреть, какая эмоция изображена. То есть это очень здорово. Тоже, опять-таки, играем на глазки, на наши прекрасные, на усложнения. И для малышей еще чем хорошо звуковое сопровождение. Здесь каждые кубики, как говорится, свое наполнение, которое создает свой звук. Это очень здорово. Так что игрушка действительно классная. Я могу ее смело занести в список базовых игрушек, потому что от простого к сложному, когда мы идем именно на повторение картинки, это первая игра, которая выстроена действительно понятным образом для родителей. Так что я уверена, что она заслуженно просто зайдет на полки в ваши дома, если у вас малыши. Так что увидимся с вами теперь в сторис. С вами была Валентина Поевская. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok